Здравствуйте, люди! Сегодня мы будем говорить о артиклях. Итак, все, что вам нужно усвоить на данный момент, это то, что артикли делятся на две группы. Первая группа – это неопределенные артикли, их два – «э» и «эн». И вторая группа – это определенные артикли, он один – «зэ». Здесь все просто, то есть всего в английском языке три артикля. Для чего нужны неопределенные артикли? Например, я хочу сказать «Я вижу машину». Я не знаю, что это за машина, поэтому я скажу «I see a car». Артикль «э» произошел от слова «один» – «one». То же самое с артиклем «эн». Но почему их два, в чем разница? Слово «car» начинается с согласной буквы, поэтому перед ней будет артикль «э». «Э, кар» – все удобно произносится. Но если мы скажем «Я вижу, например, апельсин», то мы скажем «I see an orange». Неопределенные артикли используются только для существительных в единственном числе. «A car», «an orange», «a book», «a boy». Что касается определенного артикля «the», то здесь все несколько сложнее. Ну, для начала я скажу, что мы его ставим перед существительными, о которых уже говорилось ранее. Либо мы точно знаем, о чем мы говорим. «The car» – вот именно эта определенная машина. «The orange», точнее «the orange», да, потому что апельсин начинается с гласной буквы. «O» и проще сказать «the orange», да, тут такое связывание происходит. «The boy» – конкретный мальчик. «The book» – конкретная книга. Ну и, собственно, примеры. «I see a car», «the car is red». Я вижу машину, машина красная. «I see an orange», «the orange is round». Круглый. «The boy has a book», «the book is good». У мальчика есть книга, эта книга хорошая. Если вам понравилось, ставьте лайк. Если не понравилось, ставьте дислайк. Пишите в комментариях, почему не понравилось или почему понравилось. Ну и поделитесь с друзьями, почему бы нет. Увидимся в следующем видео.